Собачки Собаку можно воспитать только лишь пряником Это полная туфта, ровным счетом, как и тот момент, что собаку можно выдрессировать за 2-3-4 недели Нет, нифига так не прокатит, потому что собаку нужно дрессировать всю жизнь Начиная с момента рождения щенка, когда вы учите его откликаться на свою кличку И так на протяжении всей жизни вы ее прокачиваете, целенаправленно занимаетесь с ней Если у вас нет времени целенаправленно заниматься, вы можете в обиход, в быт вводить упражнения, которые будут помогать воспитывать вам вашу собаку Если эта тема вам интересна, пишите обязательно в комментариях, я буду думать, буду пробовать снимать, буду рассказывать вам об этих упражнениях Ну а мы двигаемся дальше Очень часто собаке нужно дать напутствие в виде тычка, пинка, шлепка И очень часто, хорошо, если вашего воздействия хватает для того, чтобы собака начала вести себя так, как нужно Но очень часто собака привыкает к вашему воздействию и в таком случае прибегают к методам усиления воздействия Один из таких методов это как раз таки строгий ошейник Строгий ошейник это ошейник, который зачастую сделан полностью из металла, хотя есть и конструкции из кожи с металлическими элементами, вставками Есть тканые с металлическими вставками Смысл строгого ошейника заключается в том, чтобы в нужный момент времени усилить ваше воздействие, усилить ваш рывок То есть вот эти колючие элементы, они впиваются в тело собаки, дав ей понять, что нет, дружочек, ты что-то делаешь не так Остановись, иначе будет бобо Да, друзья, и все, что я вообще в интернете видел, все, что я читал, смотрел Я нигде не увидел конкретного, конкретной инструкции, как же правильно этот ошейник надевать, как же правильно его применять Возможно, кто-то и говорит, но каких-то видео, трансляций, так сказать, да, я не увидел Поэтому, считаю, нужно показать вам Смотрите, строгий ошейник, он, как правило, как и вся прочая амуниция, подбирается индивидуально под собаку Он может регулироваться путем удаления нескольких звеньев или, наоборот, добавления нескольких звеньев В идеале ошейник строгий должен сидеть на собаке так, чтобы в полностью сжатом состоянии он обхватывал тело собаки Смотрите, есть у строгого ошейника еще вот такая вот цепочка, которая при натяжении сужает как раз-таки вот это вот строгое кольцо, так сказать Друзья, очень часто советуют строгий ошейник как-то напяливать, фиксировать под ушами и под подбородком собаки Мотивируя это тем, что вот там максимально болевые точки находятся И, мол, воздействие там будет максимально сильным А как я его должен там зафиксировать? Я его к ушам, что ли, должен там привязать? То есть у меня собака на строгом ошейнике, получается, будет всегда находиться в состоянии напряженности Иначе я никак не могу это описать Под ушами и под подбородком это вообще не самая, так сказать, широкая какая-то часть И постоянно оттуда ошейник спадает Такого быть не должно Собака не должна чувствовать дискомфорт в нормальном состоянии от строгого ошейника И вообще строгий ошейник, он должен применяться только лишь для дрессировки Для коррекции некоторых моментов Нельзя выгуливать собаку на строгом ошейнике Друзья, я вам более того скажу, что нельзя тянуть строгий ошейник Удар, то есть воздействие строгого ошейника, оно должно быть коротким Если вы будете хоть на одну секунду действовать строгим ошейником Собака начнет выть, собака начнет ныть, собака начнет вести себя не так, как нужно Удар, то есть рывок, он должен быть кротким, четким и максимально емким Не нужно сразу долбать собаку, как вы только на 5 лет строгий ошейник Нет, вы сначала потихоньку дергаете, потихоньку дергаете и уже смотрите, как меняется реакция собаки Если не хватает воздействия, чуть-чуть добавляйте, не нужно прям его впинывать, вгрызать этот ошейник в тело собаки, бедной вашей Да, 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 то есть смотрите, вот здесь у нас есть специальное кольцо, я повторюсь, за которое должен цепляться поводок И в случае чего мы за это кольцо кротко, коротко дергаем, то есть у нас поводок дергается и из-за этого у нас возникает натяжение, сужение вот этой вот строгой части И она воздействует именно на шею собаки Все, никак не нужно там за уши как-то подвязывать, что-то еще там делать Он должен в свободном состоянии висеть, именно для этого вот эта вот цепочка там и сделана Для того, чтобы в нужный момент совершить воздействие, усиление воздействия Еще раз запомнили, что нельзя гулять, как-то бегать с собакой на строгом ошейнике, потому что это для нее колоссальный дискомфорт Нельзя, даже одна секунда, две секунды, это уже долгое воздействие Поэтому, друзья, делайте выводы, решайте, сами пишите в комментариях, кто вообще использует в дрессировке строгие ошейники Ну а с вами был Квамин, увидимся в очень скором новых видео Всем пока-пока, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!